Привет, с вами Алекс Ки. Хотел обсудить тему нашумевшую, также ее освещали в передаче Пусть говорят с Андреем Малаховым. Эта тема связана с маленьким мальчиком, которого сбила женщина, и после проведенной экспертизы у ребенка в крови обнаружили 2,7 промилле. Специалист сообщил, что достаточно двух полных стаканов выпить ребенку, и таким образом в крови будет обнаружено 2,7 промилле. Но, по моему мнению, это все не совсем правда. Возможно, это все сделано специально, потому что, по словам отца, следы камер каким-то образом чудодейственным пропали. Все это произошло в Московской области, поэтому я думаю, что если у тебя есть в кармане определенное количество денег, то тебе все дозволено. На этом же примере могу рассказать, как получилось так, что когда произошло убийство Бориса Немцова, камеры не работали. Потом случай в Татарстане. Сын одного из высоких чиновников просто сбил пешехода, при этом суд заявил о том, что ему не было возможности не избежать столкновения. То есть человек заведомо садится за руль, садится за транспортное средство повышенной опасности. Это прописано в правилах. При этом человек сам знает, что он должен нести ответственность за то, что он вообще сидит за рулем транспортного средства. Но при этом он сбивает человека, и он как бы не виноват. Мне также говорят, что если, например, я был бы отцом этого сына, или вообще, в принципе, обладал большим количеством денег, и кто-то из моих знакомых совершил бы преступление, то я бы все применил так, чтобы никто не понес ответственности. Все бы скрыл, но на самом деле мое мнение совершенно полностью противоположно. Я считаю, что человек должен нести ответственность за свои совершенные действия. Поэтому я бы вообще даже пальцем за пальцем не ударил. Я бы просто сказал, ну извини, ты сам виноват. Здесь мне кажется, что здесь просто можно пожалеть просто родителей и сказать, что все равно все станет на свои места. Возможно, через какой-то промежуток времени что-то произойдет в семье этой женщины, которая совершила наезд. И вообще, в принципе, даже если она утверждает, что она двигалась с небольшой скоростью, ну пусть она должна смотреть вокруг, по сторонам, во все стороны, потому что ты управляешь транспортным средством повышенной опасности. Ну, у меня на этом все. Если вам понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал. Также пиши в комментариях, как ты думаешь, на чьей стороне правда. Делись этим видео в соцсетях, а также ищи меня в соцсетях. Ссылки есть в описании. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok